Давайте снова прочитаем пятую главу первого послания к фессалоникийцам. К этому времени у вас уже должна образоваться вмятина. Знаете, важно, чтобы мы точно придерживались мест Писания и знали, что в них говорится. Так что в это утро я поделюсь с вами многими местами Писания, чтобы вы на самом деле усвоили истину. Первое послание к фессалоникийцам, пятая глава. Давайте прочтем 24 и 25 стихи вместе. Готовы? Читаем. «Сам же Бог мира да осветит вас во всей полноте, и ваш дух и душа и тело во всей целости да сохранятся без пороков в пришествии Господа нашего Иисуса Христа, верен призывающий вас, который сотворит сие». Мы говорили о том, как высвобождать ту силу, что внутри нас. Эту силу я называю благодатью. «Как высвобождать благодать». Нам даны различные ключи. Первый ключ — обновление ума. Второй — вера. Действующая любовь — третий ключ. Мы говорили о нем на прошлой неделе — признание. И в это утро мы поговорим о том, как высвобождать в свою жизнь благодать через молитву в Духе. Конечно, первое послание к Фессалоникийцам 5, 23 информирует нас о том, что человек — это трехсоставное или трехчастное существо. Человек — это дух, который обладает душой, а это его ум, эмоции и характер. И он живет в физическом теле. До того, как мы с вами стали рожденными свыше христианами, мы признавали существование только тела и души. На самом деле, многие христиане используют слово «душа» как синоним слова «дух». Как будто это одно и то же, но это не так. Вы не тело. Вы не душа. Вы — духовное существо. Вы обладаете душой. Вы живете в физическом теле для того, чтобы воспринимать физический мир и взаимодействовать с ним. В каком-то смысле, тело — это земной костюм, с помощью которого вы воспринимаете этот мир и взаимодействуете с ним. Вы — духовное существо, сотворенное по образу Божьему. В Евангелии от Иоанна 4,24 говорится, что Бог — есть дух. В книге Бытие, в 7 стихе 2 главы сказано, что Бог вдохнул в ноздри человека дыхание жизни, и он стал душою живою. Слово «вдохнуть» на иврите переводится как «дух». И поэтому мы понимаем, что мы — духовные существа. Бог — есть дух. И в Евангелии от Иоанна 6,63 Иисус сказал, «Плоть не пользует немало». Слова, которые говорю я вам, — суть дух и жизнь. Итак, Слово Божье духовно. Вы — духовный и Бог духовен. В Евангелии от Иоанна 3,6 сказано, «Рожденное от плоти есть плоть, а рожденное от духа есть дух». А это значит, что между рожденным от плоти и рожденным от духа нет прямой связи. Нет физического способа, через который вы смогли бы почувствовать духовную сферу и ваш рожденный свыше дух. Они взаимосвязаны, но между духовным и физическим нет связи. И мы читаем первую главу послания Иакова, Иакова стали отмечать, что Слово Божье подобно зеркалу. Зеркалу, в котором вы видите отражение своего лица. Отражение — это не вы. Потому что вы не можете его коснуться. Это отражение вашего лица. И мы доверяем этому отражению. Мы полагаемся на него и уверены в нем до такой степени, что на основании того, что отражение говорит нам, мы предпринимаем действие. Если женщина накладывает косметику, и это отражение говорит женщине, что косметика наложена не так, или надо наложить больше, женщина действует на основании отражения. Или если ваши волосы не в порядке, вы опять-таки действуете на основании отражения. Точно так же Библия. Это зеркало, и все, что вы хотите знать о своем духе, с которым не можете контактировать через физический мир, вы смотрите в зеркало Слова Божьего. И оно показывает вам отражение вашего духовного человека. Оно показывает вам то, что Библия называет внутренним или сокровенным сердцем человека. Об этом говорит апостол Павел в первом послании к Коринфянам 9 главе 27 стихе. «Усмиряю и порабощаю тело мое». Иначе говоря, он дает нам знать, что вы — духовное существо. Истинное «Я» — духовное существо. У вас есть душа, и вы живете в физическом теле. Мы начали смотреть в это зеркало, и мы обнаружили, что во втором послании к Коринфянам 5 главе 17 и 18 стихах говорится, «Кто во Христе, тот что? Новое творение». Так? Итак, когда вы родились свыше, этим процессом было затронуто не ваше тело, не ваша душа, но часть, которая родилась свыше, это ваш дух. Новое рождение — это возрождение вашего человеческого духа. В послании к Ефесинам 1.3 мы увидели, что нам было дано всякое духовное благословение. В послании к Ефесинам 1.12 говорится, что мы имеем неизмеримую, безмерную силу, ту самую силу, которая воскресила Иисуса из мертвых. В послании к Ефесинам 3.16 говорится, что Дух Божий излил могущество в нашего внутреннего человека. А могущество — это, конечно, способность действовать и достигать результатов. Павел сказал, «Все могу в укрепляющем меня Христе». Его укрепляло могущество. Итак, в вас есть этот новый человек. В вас есть все духовные благословения. В вас есть сила, которая воскресила Иисуса из мертвых. В вас есть Дух могущества. В Евангелии от Иоанна 1.16 сказано, «И от полноты Его все мы приняли и благодать на благодать». Так что в вас есть полнота, природа и характер Божий. В послании к Евреям 12.23 говорится, что Бог взял Дух праведного человека и сделал его совершенным. Во втором послании Петра 1.3 сказано, «От божественной силы, природы, Его даровано нам все потребное для жизни и благочестия». Так что все необходимое для жизни и благочестия есть внутри вас. В 1.1 Коринфянам 6.17 говорится, «Соединяющиеся с Господом, есть один Дух с Господом». В послании к филиппийцам 2.5 сказано, «Вас должны быть те же чувствования, какие и во Христе Иисусе». Он, будучи образом Божьим, не почитал хищением быть равным Богу. Он сказал, «Вас должны быть те же чувствования». В 1.1 Иоанна 4.17 говорится, «Как Он, так и мы в этом мире». Я заявляю вам о том, что ДНК Бога было вложено внутрь вашего Духа. Все, кто Он есть, и все, что у Него есть, в вашем Духе, потому что Он Сам в вашем Духе. Он соединяется с вами. И дилемма, которую мы создали, вот какая. Если Бог вложил, буквально вложил самого себя, вложил Свою силу в вас, конечно, Он вложил все это в вас, не для того, чтобы вы, просыпаясь каждый день, жили жизнью поражения. Конечно, Он все это вложил в вас, не для того, чтобы дьявол продолжал бить вас по голове, и чтобы вы жили, как обычный, заурядный человек. Но именно это и происходит до сих пор. Нет почти никакой разницы между рожденными свыше христианами и теми, кто не рожден свыше, с той лишь разницей, что один говорит, что они христиане, а другие нет. А ведь все это внутри вас. Это все равно, что опираясь о стену колодца, умирать от жажды. Подумайте об этом. Вы умираете от жажды, опираясь о стену колодца. Кто-то спросит, почему же вы не наберете воды? У вас нет ведра. То же самое и здесь. Все это есть внутри нас. И я верю в то, что дни чудес вернутся к нам сегодня. Что дни действия в сверхъестественном вернутся к нам, сыновьям и дочерям Божьим. Все творение с надеждой ожидает откровения сынов Божьих. Но нам нужно иметь понимание о кодах доступа. Нам необходимо понимать, как получать доступ к могущественному оружию, которое было дано нам, чтобы побеждать на этой земле, и как жить в этих вещах. Мы говорили о некоторых ключах к этому, об обновлении ума. Вам необходимо обновлять свой ум, но не читая Библию. Вы этого делать не сможете. О, я могу проповедовать об этом целый час. Вам необходимо читать Библию, чтобы знать, кто вы. В это утро мы будем говорить о том, как высвобождать благодать, как высвобождать эту силу в свою жизнь. Все, что вложено внутри вас, называется благодатью, потому что вы увидите, что благодать — это личность внутри вас. Благодать — это не просто незаслуженное благоволение, которое спасло вас от ада и сделало праведным. Благодать не только спасла вас, не только избавила от грехов, но дала вам силу и способность побеждать во всех ваших немощах. Там, где вы раньше падали, после того, как вы узнали о благодати и высвободили веру, на то, чтобы благодать пришла к вам, вы начали понимать, «Мне не надо падать там, где раньше я падал», потому что благодать — это то помазание, та способность, которая дает мне способность побеждать там, где я победить не мог. Слава Богу! Правильно? Теперь давайте откроем 14 главу 1-го послания к Коринфянам. 1-е послание к Коринфянам, 14-я глава. Если вы не приняли крещение в Духе Святом, со свидетельством говорения на иных языках, после проповеди я помолюсь, чтобы у вас была жажда принять это крещение и говорю вам, оно изменит вашу жизнь. А если приняли тогда благодаря этим знаниям, у вас будет понимание о том, что происходит. Вы не будете просто что-то механически делать каждый день, но сможете ожидать результатов благодаря сегодняшнему уроку. 1-е послание к Коринфянам, 14-я глава. 14-й и 15-й стихи. Давайте прочтем эти стихи вместе. Готовы? Читаем. «Ибо когда я молюсь на незнакомом языке, то хотя дух мой и молится, но ум мой остается без плода, что же делать? Стану молиться духом, стану молиться и умом, с пониманием. Буду петь духом, буду петь и умом, с пониманием». Заметьте, что он говорит в 14-м стихе. «Ибо когда я молюсь на незнакомом языке, то хотя дух мой и молится, но ум мой...» В расширенном переводе говорится, «Но мой ум остается непродуктивным. Он не приносит плода и никому не помогает». Здесь он рассказывает о говорении на языках. И апостол Павел говорит, «Когда я молюсь на языках, здесь речь идет о вашем духе, а мы состоим из духа, души и тела. Когда вы молитесь на языках, ваш духовный человек, зрелая часть вас, благодаря чудесной работе Бога, проделанной в вас, ваш духовный человек молится, но ваш ум остается непродуктивным, то есть у него нет понимания того, что было сказано». Кто из вас знает, что молитва на языках требует веры, потому что вы молитесь, не понимая значения сказанного вами? Однако Павел говорит, «Когда я молюсь на языках, мой дух молится, мне нужно, чтобы мой дух молился, потому что это, рожденная свыше часть меня, это часть меня, которая обладает всей силой, это часть меня, которая соединена со Словом Божьим». Кто из вас знает, что молитва в духе — это совершенная молитва? Но теперь Павел говорит, что нам надо сделать в физическом мире, чтобы это произошло. Он говорит, «Когда я молюсь на незнакомом языке, дух мой молится. Это значит, что я молюсь не на своем знакомом языке. Отец Небесный, благослови меня». Нет, я молюсь на незнакомом языке, языке, незнакомом мне. Я молюсь на языке, и мой дух начинает молиться. В 15 стихе он говорит, «Что же делать? Стану молиться духом, стану молиться и умом, с пониманием». Это значит, что я помолюсь на языках, а потом помолюсь на нашем родном языке. Он говорит, «Буду петь духом, буду петь и умом, с пониманием». Я знаю, что когда мы только стали церковью, мы много пели в духе и много пели на языках. Он говорит, «Я буду петь в духе. Это пение на языках». Затем он сказал, «Я буду петь в понимании. Это пение на нашем английском языке». Понятно? Но здесь апостол Павел пишет о том, что он делает. Некоторые люди, прочтя это местописание, говорят, «Пророчество — больший дар». Нет, мысль апостола не в том, чтобы поставить дар языков ниже. Он говорит, что пророчество — больший дар, потому что полезнее для вас говорить или петь, так, чтобы люди, не знающие языков, понимали. И дар пророчества больше, потому что вы понимаете сказанное. Хорошо, вот пример. Если я подойду к вам и скажу, «Здравствуйте, как жизнь? Как дети? Вы поймете, что я сказал? Правильно? Но если бы я подошел к вам и сказал, вы ничего не смогли бы сказать в ответ, верно? Потому что у вас нет понимания. Так что Павел пишет, говорит, «Когда вы говорите к людям, у которых нет понимания языков, лучше для вас пророчествовать, чтобы они поняли, что вы говорите, чем молиться на языках, когда они не будут понимать, что происходит». Это он и имеет в виду, говоря, «Больший дар». Он не говорит, что молитва на языках незначительна. Он сказал это, потому что знал, что в церкви будут люди с более глубоким пониманием. И если вы хотите, чтобы они понимали ваше направление, то лучше вам говорить так, чтобы они поняли и приняли ваше направление. Понятно? Теперь откройте послание Иакова, пятую главу. Вот что мы рассматриваем сегодня. Наша цель узнать, каким образом это играет роль в извлечении всех этих вкладов из моего духа в физическую сферу, чтобы я мог приобрести пользу. Пятая глава послания Иакова дает нам небольшой ключ. В пятой главе послания Иакова в шестнадцатом стихе говорится. Давайте прочтем вместе. Готовы? Читаем. «Признавайтесь друг перед другом в проступках и молитесь друг за друга, чтобы исцелиться. Много может эффективная, усиленная молитва праведного». В расширенном переводе говорится «серьезная, от всего сердца, длительная молитва праведного человека делает огромную силу доступной, динамичную в действии». Не знаю, как вы, но я хочу понимать, как нужно молиться, чтобы сделать эту силу доступной, которая будет не только динамичной, но приносящей результаты. Она будет работать на меня. Итак, мы знаем, что мы имеем внутри нас, и здесь Иаков говорит, эффективная, усиленная молитва, это горячая молитва от всего сердца, и будет тем средством, которое извлечет из вас силу, которая будет динамичной в своем действии. Итак, в молитве есть что-то. Мы знаем, что молитва имеет силу, но мы хотим сосредоточиться на молитве на языках. Откройте послание Иуды. Прямо перед книгой Откровения. Есть это небольшое послание Иуды. Посмотрите 20 стих. Хорошо. Если вы на 20 стихе, давайте прочтем 20 и 21 стихи вместе. Готовы? Читаем. «А вы, возлюбленные, назидая себя на святейшей вере вашей, молясь Духом Святым, сохраняйте себя в любви Божьей, ожидая милости от Господа нашего Иисуса Христа для вечной жизни». Мы уже знаем, что Павел сказал, «Когда я молюсь, молится мой Дух». Поэтому теперь у нас есть понимание 20 стиха, когда он говорит о молитве в Святом Духе. Что значит молитва в Духе Святом? Молитва на языках, верно? Потому что Павел сказал, «Когда я молюсь на языках, мой Дух молится». Так что молиться в Духе Святом — это молитва на языках. И он говорит, «Когда я молюсь на языках...» Смотрите, что он говорит. «Я назидаю себя. Мне нравится расширенный перевод. Но вы, возлюбленные, назидайте себя, утверждаясь на святейшей вере вашей. Делайте прогресс». Значит, молитва на языках поможет вам сделать прогресс. «Поднимайтесь, как величественное здание, выше и выше». Как? Вы можете подниматься, как величественное здание. Я говорю о росте. Вы можете подниматься, словно величественное здание. Первое. Он также говорит, что вы можете прогрессировать, когда вы молитесь на языках. «Хорошо, теперь я хочу взглянуть на некоторые вещи, потому что я думаю, что даже в книге «Притч» есть указание на то, что внутри нас есть то, что мы можем извлечь. Но именно сила молитвы на языках поможет нам сделать это. Давайте посмотрим книгу «Притч», 20 главу. Видите, вам необходимо знать, что я готов увидеть чудеса и знамения в вашей жизни. Поэтому я и учу вас тому, чему учу. В наше время будут проповедники, которые будут бояться учить тому, чему учу я. Но что они скажут, когда увидят чудеса и знамения? Аминь. Книга «Притч», 20 глава, 5 стих. Я прочту три местописания из книги «Притч», и я хочу, чтобы вы держали в памяти то, что мы только что прочли о молитве, об извлечении силы, о говорении на языках, о молитве в Духе Святом и то, что сказал об этом Павел. Притчи 25. Готовы? Читаем. Помыслы, совет. В сердце человека глубокие воды, но человек разумный вычерпывает их. Вы знаете, что вы только что услышали истину? Совет в сердце человека хорошо. А что такое сердце человека? Это что? Дух. Так что в вашем сердце есть совет. В вашем сердце есть мудрость. Внутри вас есть ответы. Я имею в виду, у вас есть ответы на вопросы. Господь, как нам сделать это? Господь, что нам с этим делать? Писание говорит, что ответы внутри вас. И дальше он говорит, но человек разумный вычерпывает его. Вопрос, что мне необходимо понять, чтобы извлечь его? Откройте 18 главу книги Притч, 4 стих. Давайте прочтем его. Готовы? Читаем. «Слова уст человеческих — глубокие воды. Источник мудрости — струящийся поток. Это ведет меня еще глубже». Писание говорит, что слова моих уст действуют как глубокие воды. «Слова моих уст действуют как источники мудрости. Теперь я знаю, для того, чтобы мне получить эту мудрость, требуются слова моих уст». Теперь прочтем 10 главу книги Притч. Слова моих уст. Смотрите. Притчи 10 глава, 11 стих. Давайте прочтем 11 стих вместе. Готовы? Читаем. «Уста праведника — источник жизни, уста же беззаконных, заградит насилие». Значит, есть что-то в этом человеке, который был сделан праведным перед Богом. Есть что-то в его устах, что извлекает силу. Я хочу заявить вам, а потом приду к начальной точке, чтобы повести вас к этому моменту. Я хочу заявить вам, что именно человек, имеющий понимание о говорении на языках, человек, который понимает, как молиться в Духе Святом, человек, который понимает, как побудить свой Дух молиться, такой человек поймет, как извлечь то, что было вложено в его Дух, в физическую сферу, для того, чтобы получить от этого пользу. Помня об этом, давайте начнем читать со 2 главы книги Деяний. Одна из причин, почему люди не действуют в силе, одна из причин, проблема в теле Христовом, плохое учение, потому что оно формирует ваше образ мышления. Библия говорит о том, что мы дадим отчет в том, как пеклись о ваших душах. Хорошо, смотрите. Книга Деяний, 2 глава, 4 стих. В 4 стихе говорится, «И исполнились все Духа Святого и начали говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать». В расширенном переводе говорится, «И все они были наполнены, их души были полностью заполнены Духом Святым и начали говорить на других, иных иностранных языках». Если вы прочтете 5 стих, то увидите, что там сказано. «В Иерусалиме же находились иудеи, люди набожные, из всякого народа под небом». Разве не удивительно? В то время там были люди из разных стран, что значит, что там были люди, говорившие на самых разных языках. Когда сделался этот шум, собрался народ и пришел в смятение, ибо каждый слышал их, говорящих его наречием. То есть все эти люди, которые собрались из разных стран, слышали, как на их языке говорили люди, не знавшие их языка. И все изумлялись и дивились, говоря между собою. Сии говорящие, не все ли галилеяне? Все они были галилеянами. Они не знали этого языка. И тем не менее, когда Дух Святой сошел на них, они стали говорить на ином языке, который был неизвестен им, как галилеяном. Но случилось так, что там собрались люди из всех стран, и они слышали, как на их языке говорят люди, не знающие его. Со мной было такое однажды, когда я служил в часовне, и у нас был один гость. Я стал говорить слово «знание». Вначале оно было произнесено на языках. Этот гость стоял сзади с моей матерью, когда я начал пророчествовать. Вслед за пророчеством на языках я дал истолкование на английском, чтобы люди поняли. Он повернулся к моей матери и сказал, «Я не знал, что ваш сын говорит на этом языке». Она посмотрела на него и ответила, «Он не говорит на нем». Он сказал, «Но он только что проговорил на нем и потом перевел». «Бог знал, что мне необходимо было знать это, потому что когда такое происходит, никто не знает, и это неизвестно тебе». Вы слушаете меня? Это действие Духа Божьего. Разве не чудесно? Смотрите, что я собираюсь сказать. Я скажу то, чего я еще не говорил. Разве не чудесно, что Дух Святой приходит внутрь вашего Духа, становится одним целым с Ним, и у вас есть доступ ко всему, так что внутри себя вы знаете, как говорить на языках, в то время, как ваш внешний человек не знает этого. Вы знаете все. У вас это есть внутри. Но мне необходимо научить вас, как соединяться с вашим внутренним духовным человеком, который знает все. Знаете, Библия говорит, что он нас, ум Христов. Сейчас вы, конечно, не знаете всего, но какая часть вас имеет ум Христов? Дух, душа и тело? Ум Христов есть у вашего Духа. У вашего Духа есть ум Христа, который знает все. В вашей душе надо быть в согласии с вашим Духом, чтобы ваш ум мог принимать от ума Христа. Помните, что сказано в послании Иакова? Человек с двоящимися мыслями не тверд во всех путях своих. Он говорит не о раздвоении вашего ума. Он говорит, что когда ваш ум находится в разногласии с умом вашего Духа, тогда не думайте получить что-либо от Господа. У вас два ума. У вас есть ум в вашей душе, и у вас есть ум в вашем Духе. Но ум в вашем Духе совершенный, и ум в вашей Душе должен быть обновлен для того, чтобы прийти в согласии с умом в вашем Духе, чтобы у вас был один ум. однако ум в вашем Духе не придет в согласии с умом в вашей Душе до тех пор, пока ум в вашей Душе не согласится со Словом Божьим. А когда они придут в согласии, тогда вы получите доступ ко всему, что есть в вашем Духе. Ну так что, вы поняли это? Итак, ваш Дух знает, как говорить на всех языках. И когда появляется Дух Святой, Аллилуйя, вы получаете доступ ко всему, что, как вы знаете, есть в вашем Духе, но еще нет в вашей Душе. Слава Богу. Хорошо. Обратите внимание на слово в книге Деяний. Во 2 главе, в 4 стихе говорится, «И исполнились все Духа Святого, и…» Обратите внимание на это слово. «Начали». Подчеркните это слово. А не «начали», потому что я хочу что-то добавить к этому. Если это было началом, братья и сестры, то нам следует продолжать начатое. Я просто показываю вам, где и когда это началось. И я говорю вам, вот где это началось. Я никогда не читал, что это закончилось, как говорят некоторые динаминации, что это закончилось или прекратилось. Нет, это началось здесь и должно продолжаться сейчас, сегодня. Аминь. Теперь давайте посмотрим 8 стих. Как же мы слышим каждое собственное наречие, в котором родились. И теперь перейдем к 11 стиху. «Критяне и аравитяне, слышим их нашими языками говорящих о великих делах Божьих». Итак, вот что они говорят. Мы слышим их нашими языками говорящих о великих делах Божьих. Правильно? Теперь давайте перейдем к 10 главе книги Деяний. Я скажу вам, для чего я пришел в эту церковь. Это что, и все? Что вы делали? Читаете Писание? Когда же Он начнет прыгать, кричать и бегать по залу? Когда вы усвоите эту истину? Деяние, 10 глава, 46 стих. Это, конечно, добавляет достоверность тому, что сказано в 11 стихе. «Ибо слышали их, говорящих языками и величающих Бога». И что они делали, когда говорили языками? Верующие слышали, как они говорили на языках и величали Бога. Я знал таких, которые возмущались, когда служители возлагали на людей руки, чтобы они заговорили на языках. Они думали так, минутку. Кто вы такой, чтобы возлагать на людей руки для того, чтобы они заговорили на языках? Но это по Писанию. Принятие крещения Духом Святым со свидетельством говорения на иных языках. В Библии есть подтверждение, когда служители возлагали на людей руки, и они наполнялись Духом Святым со свидетельством говорения на языках. Посмотрите книгу Деяний, 19 главу. Я вам покажу пару мест, так как время ограничено. Деяние, 19 глава, 6 стих. За время служения я видел, как очень многие люди получали этот дар, и он доступен всем. Это не дар пророчества, когда у человека он есть, а у другого нет. Этот дар доступен каждому, потому что Бог дает дар Духа Святого каждому, просящему у Него. Подобно благодати Божией, которая доступна всем. Было время, когда учили, что одним людям этот дар доступен, а другим нет. Это неправда. Его может получить каждый, если Дух Святой пребывает в вас. Вы можете получить этот дар. Дело просто в том, чтобы принять то, что есть у Него. Каждый может принять исцеление, каждый может принять освобождение. Хорошо, смотрите. И когда Павел возложил на них руки, низшел на них Дух Святой, и они стали говорить иными языками и пророчествовать. Всех их было человек около двенадцати. Как видите, они приняли этот дар через возложение рук. Дальше книга Деяний, 8 глава, 18 стих. Откройте это место. О, Господи, что делает пастор? Что он делает? Что он делает? Готовит вас к жизни с избытком. Готовит вас к чудесам и знамениям. Готовит вас к тому, чтобы вы не зависели от этого правительства или чего-то еще. Готовит вас к тому, чтобы вы зависели от обеспечения Духа Святого, которое уже внутри вас. Симон же, увидев, что через возложение рук апостольских подается Дух Святой, принес им деньги. Как видите, он пытался купить этот дар. Но опять-таки, заметьте, он увидел, что этот дар дается через возложение рук. Теперь откройте Евангелие от Марка, 16 главу. Я хочу показать вам это, так что получение дара через возложение рук соответствует Писанию. Евангелие от Марка, 16 глава. Из 16 главы Евангелия от Марка мы узнаем, что говорил об этом Иисус. Это слова из его уст. Хорошо, обратите внимание. Многие люди цитируют это место как великое поручение и при этом читают только одну строчку. Хорошо, смотрите, 15 стих. И сказал им, «Идите по всему миру, не по всей церкви, а по всему». Когда христиане начнут использовать эту заповедь? И делайте что? Проповедуйте Евангелие всему творению. Давайте пойдем в мир и будем проповедовать. Давайте проповедовать проповедовать неспасенным людям. Давайте проповедовать людям, которые не знают эту истину, когда вы начнете проповедовать кому-то еще. Кроме подобных вам, христиан, свет ярче светит во тьме. Когда вы в последний раз свидетельствовали человеку, не знающему Иисуса, когда вы в последний раз воспользовались возможностью послужить и рассказать о Христе человеку, нерожденному свыше. Бог все вложил внутрь нас, а мы не можем поделиться этим. У вас есть все необходимое для того, чтобы свидетельствовать людям. Кто-то ждет противостояние, которое можете дать вы. Противостояние не обязательно негативное слово. Противостаньте тьме Евангелием. Идите на улицу и убедите их прийти. Хорошо, обратите внимание на то, что здесь говорится. «Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всему творению. Кто будет веровать и креститься, спасен будет, а кто не будет веровать, осужден будет. У веровавших же будут сопровождать сие знамения». Так что верующих должны сопровождать знамения. Сколько у нас тут верующих? Иисус сказал, что вас будут сопровождать знамения. Заметьте, что Он сказал, «Именем Моим будете что делать? Изгонять бесов». Если бы бесов не было, или если бы не было людей, одержимых ими, тогда Иисус не упомянул бы об изгнании бесов. В людях есть бесы, и их необходимо изгнать. Бесы есть в некоторых членах вашей семьи, а может и в вас. Бесы могут быть в членах вашей семьи, в ваших друзьях, в сотрудниках. Но, пожалуйста, поймите, что вы не сможете изгнать беса, если хозяин согласен с его присутствием. Так что сначала узнайте, хочет ли человек избавиться от беса. Вы не можете выгнать беса, если человек этого не хочет. Подойдя к человеку, не говорите, «Вас бес!» «А ну-ка, выйди!» Бес ответит вам, «Нет!» «Я сказал, выйди!» «Меня пригласили!» «Оставь меня в покое!» Бес не выходит, потому что его пригласили. Сестра Лаура Картер, думаю, вы помните этот случай, когда мы были в одной церкви, там еще был евангелист, который пытался изгнать беса. Не помню, кто это был, мужчина или, кажется, женщина, ну, в общем, она схватила евангелиста за горло. Они оба упали на пол. Она делала так, и тот парень говорит, «Мэм, сестра, сестра, сестра!» Она говорит, «Да, да!» Ей говорят, «Вы же душите его!» Хорошо, обратите внимание на то, что здесь говорится. «Именем Моим будете изгонять бесов». Будут говорить новыми языками. Кто будет говорить новыми языками? Верующие. Они будут говорить новыми языками. Иисус не сделал здесь никакого разделения. Он не сказал, «Если вы в этой позиции, тогда вы будете говорить новыми языками. Если у вас такая-то должность, будете говорить». Нет, Он сказал, «Если вы верующие, верующие говорят новыми языками, смотрите, будут брать змей. И если что-то смертоносное выпьют, это не значит, что вы зайдете в террариум, будете сидеть со змеями и ждать, пока они укусят вас. Или, «И если укусят, вы сделаете вывод, что у вас нет веры». Нет, «Зачем вы вообще туда зашли?» И если что смертоносное выпьют, это не значит, что вы насыплете себе яду в напиток и скажете, «Посмотрим, что получится». Не повредит им. Возложат руки на больных, и они будут здоровы. Он не сказал, «Пасторы или проповедники». Он сказал, «Верующие возложат руки на больных». Когда вы в последний раз возлагали руки на больного человека? Не сидите в присутствии больного, не возлагая на него руки? Вы верующие. Вы верите в то, что исцеление внутри вас. Возложите руки. Вы освободите силу, и вы увидите, как больные исцелятся. Не звоните мне и не будите меня. Я устал. Вы возлагаете руки на больных. Вы возлагаете на них руки. Не мучьте пастора. Придите, осветите мой дом. Придите, помолитесь за мою собачку. Придите, возложите руки на мою машину. Ничего этого я делать не буду. Я в это не верю. Это против моей веры. Почему? Потому что Иисус сказал, что знамения и чудеса для верующих, а не только для пасторов. Он сказал, для верующих, а не только для пасторов. Это обетование принадлежит каждому из вас здесь. Вы должны возлагать руки друг на друга. Вы должны освещать дома друг друга. Вы должны изгонять бесов из людей. Мы собрались вместе. Пришла Эйлин и попросила изгнать из нее бесов. Я думал, что мы собирались на чаепитие, но потом изгнали бесов из этой девочки. Хотите прийти и помочь мне? Это работа для верующих. Хорошо, я готов что-то сказать. Вы знаете о том, что Иисус говорил на языках? И каждый раз, когда Он говорил на языках, происходило что-то могущественное. Знаете, я покажу вам. Я ничего не говорю, пока не нахожу два-три подтверждения Своим словам. Откройте Евангелие от Марка, пятую главу, сорок первый стих. Иисус воскресил мертвую девочку, дочь Иаира. Помните? Он встретился с Иаиром. Его дочь умерла. И смотрите, что сделал Иисус. И взяв девицу за руку, говорит ей, «Талифа куми». А вот часть, которая привлекла мое внимание, что переводится, это значит, что присутствующие там не знали этого языка, а иначе не было бы написано, что переводится. Поскольку эти слова надо было переводить, Иисус говорил, обратите внимание, на незнакомом языке. Хорошо, смотрите, что происходит после того, как Он заговорил на языках. Я верю, что Иисус опустил ведро в колодец Духа, и извлеченная сила проявилась в видимой сфере. И тот час, слова переводились так, «Девица, тебе говорю, встань». Но Иисус сказал эти слова на языках, тот час, или, как мы говорим, немедленно, мгновенно. Это привлекло мое внимание, потому что Иисус ходил по этой планете для того, чтобы показать, как, находясь в физическом теле, жить по духу. Иисус помолился на языках. Мгновенно проявилась сила, и девочка воскрешена из мертвых. Я стараюсь научить вас ходить в сверхъестественном. Я не собираюсь проводить еще один год, как обычный человек. Я говорю вам прямо сейчас, я буду очень своеобразным. И вы скажете, что я углубился в Бога, или спросите, «Что случилось с пастором?» Но я решил, я не собираюсь жить, как обычный человек. И я говорю вам, «Во имя Иисуса!» Он говорил на языках. И этот дар извлек силу Божью. Она проявилась мгновенно. Давайте покажу вам другое место. Евангелие от Марка, 7 глава. Здесь Иисус исцелил глухонемого человека. Смотрите. «Иисус, отведя его в сторону от народа, вложил персты свои в уши ему и, плюнув, коснулся языка его и, воззрев на небо, вздохнул и сказал ему, «Ефафаа». Им нужен был перевод, то есть «отверзись». но это не было сказано на известном им языке. Иисус молился на языках. Библия говорит, что Иисус не говорил и не делал ничего, кроме того, что велел ему говорить и делать его отец. Проблема с церковными людьми в том, что они игнорируют водительство Духа Святого и просто хотят ходить в церковь и говорить все подряд, потому что они усвоили принцип, но не усвоили суть, что Дух Божий повелевает нам говорить сегодня. Представьте, что будет с вашей жизнью, если вы начнете позволять Духу Божьему указывать вам, что говорить. Иисус не говорил ничего, кроме того, что Отец велел ему говорить. Он всегда говорил по воле Отца. Он не руководствовался тем, что знал, а зависел от своего Отца и поэтому сказал, «Ефафа, отверзись». Поэтому вы не видите чудес. Вы думаете, что за них ответственны вы, но суть не в вас. Вы можете поститься 49 лет, но ничего не добьетесь, если вы не будете делать того, что Бог говорит вам делать. Библия говорит, что Дух Святой был послан для того, чтобы наставить вас на всякую истину. Поэтому, входя в ситуацию, не надо просто открывать рот, обратитесь к Богу и спросите, «Господи, что ты хочешь, чтобы я сказал?» Иисус сделал то же самое, когда увидел смоковницу. Иисус не просто открыл уста и сказал, «Отныне да не вкушает никто от тебя плода вовек». Это мы, прочтя Писание, ходим и проклинаем что-то. Отныне никто да не делает этого. «Поосторожнее, а то наведу на тебя это». Но Иисус не говорил ничего, кроме того, что велел говорить Ему Отец. Это место Писания говорит мне, что первое, что я должен сделать, что ты хочешь, чтобы я сказал? Что ты хочешь, чтобы я сказал? И Он может повелеть мне сказать то, что превосходит мое понимание. Я не копаюсь в своем разуме, чтобы найти слова покрасивее. Я углубляюсь в свой дух, чтобы услышать, что велит мне сказать Дух Святой. И тогда я открываю свои уста. И мы видим, как все происходит намного быстрее, потому что мы не говорим, что будет, если вы подчините себя руководству Духа Святого, который был послан, чтобы наставить вас на всякую истину. И теперь, вместо того, чтобы высокомерно открывать свои уста и говорить не весь что, вы делаете паузу и начинаете понимать послания благодати, понимать, что суть не в вас. Апостол Павел говорил, «Я есть тот, кто я есть по благодати Божьей». И становится понятно, что суть не во мне, а в благодати, которая во мне действует. Бог никогда не побудит вас делать то, что вы сможете поставить в заслугу себе. Представьте, что вы делаете паузу, просто останавливайтесь посреди испытания, посреди ситуации. поэтому, когда я попадаю в беду, я молюсь на языках, потому что не знаю, что говорить. Я подчиняюсь Духу Святому, который молится совершенно и безупречно. я позволяю, чтобы молился он, потому что я не хочу говорить, что попало. «Это машина моя». А вы спросили у Бога? «Этот дом мой». Господь сказал бы вам, что в этом доме изношенные трубы, но вы не спросили его, покупать вам его или нет. Вы пытаетесь что-то провозглашать, провозглашать то, что Бог не говорил вам провозглашать. Давайте я покажу вам еще одну ситуацию, которой Иисус говорил на языках или на незнакомом языке неизвестным людям, которые там были. Евангелие от Марка, 15 глава. О, я готов к сверхъестественному. Я ждал этого всю свою жизнь. Аллилуйя! Слава Богу! Аллилуйя! Я больше ни дня не проживу, как обычный человек. Евангелие от Марка, 15 глава, 34 стих. В девятом часу воззапил Иисус громким голосом. Смотрите. «Элои, Элои! Лама Савахвани!» Что значит, «Боже мой, Боже мой, для чего ты меня оставил?» Некоторые стоявших тут, услышав, говорили, «Вот, Илью зовет». Нет, он не звал Илью. А один побежал, наполнил губку уксусом и, наложив на трость, давал ему пить, говоря, «Постойте, посмотрим, придет ли Илья снять его». Они не знали перевода. Иисус молился на языках, готовясь сделать одно из величайших дел. Он молился на языках, чтобы исполнить волю Божью для своей жизни, войдя в сверхъестественное, чтобы исполнить волю Божью для своей жизни. В свете этого во всех трех свидетельствах вы видите, как Иисус получил доступ к сверхъестественной силе, когда Он воскресил из мертвых девочку, когда исцелил глухонемого и когда готовился исполнить то, для чего Он пришел. Теперь откройте Евангелие от Марка 16 главу. Я хочу показать вам это, так что получение дара через возложение рук соответствует Писанию. Евангелие от Марка 16 глава. Из 16 главы Евангелия от Марка мы узнаем, что говорил об этом Иисус. Это слова из его уст. Хорошо, обратите внимание. Многие люди цитируют это место как великое поручение и при этом читают только одну строчку. Хорошо, смотрите. 15 стих. И сказал им, «Идите по всему миру, не по всей церкви, а по всему». Когда христиане начнут использовать эту заповедь? И делайте что? Проповедуйте Евангелие всему творению. Давайте пойдем в мир и будем проповедовать. Давайте проповедовать неспасенным людям. Давайте проповедовать людям, которые не знают эту истину. Когда вы начнете проповедовать кому-то еще, кроме подобных вам христиан, свет ярче светит во тьме. Когда вы в последний раз свидетельствовали человеку, не знающему Иисуса, когда вы в последний раз воспользовались возможностью послужить и рассказать о Христе человеку, нерожденному свыше. Бог все вложил внутрь нас, а мы не можем поделиться этим. У вас есть все необходимое для того, чтобы свидетельствовать людям. Кто-то ждет противостояния, которое можете дать вы. Противостояние не обязательно негативное слово. Противостаньте тьме Евангелием. Идите на улицу и убедите их прийти. Хорошо, обратите внимание на то, что здесь говорится. «Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всему творению. Кто будет веровать и креститься, спасен будет, а кто не будет веровать, осужден будет. У веровавших же будут сопровождать сие знамения». Так что верующих должны сопровождать знамения. Сколько у нас тут верующих? Иисус сказал, что вас будут сопровождать знамения. Заметьте, что Он сказал «Именем Моим будете что делать? Изгонять бесов». Если бы бесов не было, или если бы не было людей, одержимых ими, тогда Иисус не упомянул бы об изгнании бесов. В людях есть бесы, и их необходимо изгнать. Бесы есть в некоторых членах вашей семьи, а может и в вас. Бесы могут быть в членах вашей семьи, в ваших друзьях, в сотрудниках. Но, пожалуйста, поймите, что вы не сможете изгнать беса, если хозяин согласен с его присутствием. Так что сначала узнайте, хочет ли человек избавиться от беса. Вы не можете выгнать беса, если человек этого не хочет. Подойдя к человеку, не говорите «Вас бес! А ну-ка выйди!» Бес ответит вам «Нет!» Я сказал «Выйди!» «Меня пригласили!» «Оставь меня в покое!» Бес не выходит, потому что его пригласили. Сестра Лаура Картер, думаю, вы помните этот случай, когда мы были в одной церкви, там еще был евангелист, который пытался изгнать беса. Не помню, кто это был, мужчина или, кажется, женщина, но, в общем, она схватила евангелиста за горло. Они оба упали на пол. Она делала так, и тот парень говорит «Мэм! Сестра! Сестра! Сестра!» Она говорит «Да! Да!» Ей говорят «Вы же душите его!» Хорошо, обратите внимание на то, что здесь говорится. «Именем Моим будете изгонять бесов». Будут говорить новыми языками. Кто будет говорить новыми языками? Верующие. Они будут говорить новыми языками. Иисус не сделал здесь никакого разделения. Он не сказал, «Если вы в этой позиции, тогда вы будете говорить новыми языками. Если у вас такая-то должность, будете говорить». Нет, Он сказал, «Если вы верующие». верующие говорят новыми языками. Смотрите, будут брать змей. И если что-то смертоносное выпьют, это не значит, что вы зайдете в террариум, будете сидеть со змеями и ждать, пока они укусят вас. Или, «И если укусят, вы сделаете вывод, что у вас нет веры». Нет, «Зачем вы вообще туда зашли?» И если что-то смертоносное выпьют, это не значит, что вы насыплете себе яду в напиток и скажете, «Посмотрим, что получится». Не повредит им. Возложат руки на больных и они будут здоровы. Он не сказал, «Пасторы или проповедники». Он сказал, «Верующие возложат руки на больных». Когда вы в последний раз возлагали руки на больного человека? Не сидите в присутствии больного, не возлагая на него руки. Вы верующие. Вы верите в то, что исцеление внутри вас возложите руки. Вы освободите силу и вы увидите, как больные исцелятся. Не звоните мне и не будите меня. Я устал. Вы возлагайте руки на больных. Вы возлагайте на них руки. Не мучьте пастора. Придите, осветите мой дом. Придите, помолитесь за мою собачку. Придите, возложите руки на мою машину. Ничего этого я делать не буду. Я в это не верю. Это против моей веры. Почему? Потому что Иисус сказал, что знамения и чудеса для верующих, а не только для пасторов. Он сказал, для верующих, а не только для пасторов. Это обетование принадлежит каждому из вас здесь. Вы должны возлагать руки друг на друга. Вы должны освещать дома друг друга. Вы должны изгонять бесов из людей. Мы собрались вместе. Пришла Эйлин и попросила изгнать из нее бесов. Я думал, что мы собирались на чаепитие, но потом изгнали бесов из этой девочки. Хотите прийти и помочь мне? Это работа для верующих. Хорошо, я готов что-то сказать. Вы знаете о том, что Иисус говорил на языках? И каждый раз, когда Он говорил на языках, происходило что-то могущественное. Знаете, я покажу вам. Я ничего не говорю, пока не нахожу два-три подтверждения своим словам. Откройте Евангелие от Марка, 5 главу, 41 стих. Иисус воскресил мертвую девочку, дочь Иаира. Помните? Он встретился с Иаиром. Его дочь умерла. И смотрите, что сделал Иисус. И взяв девицу за руку, говорит ей, Талифа куми. А вот часть, которая привлекла мое внимание, что переводится языка, это значит, что присутствующие там не знали этого языка, а иначе не было бы написано, что переводится. Поскольку эти слова надо было переводить, Иисус говорил, обратите внимание, на незнакомом языке. Хорошо, смотрите, что происходит после того, как Он заговорил на языках. Я верю, что Иисус опустил ведро в колодец Духа, и извлеченная сила проявилась в видимой сфере. И тот час слова переводились так, «Девица, тебе говорю, встань». Но Иисус сказал эти слова на языках, тот час, или, как мы говорим, немедленно, мгновенно. Это привлекло мое внимание, потому что Иисус ходил по этой планете для того, чтобы показать, как, находясь в физическом теле, жить по духу. Иисус помолился на языках. Мгновенно проявилась сила, и девочка воскрешена из мертвых. Я стараюсь научить вас ходить в сверхъестественном. Я не собираюсь проводить еще один год как обычный человек. Я говорю вам прямо сейчас, я буду очень своеобразным. И вы скажете, что я углубился в Бога, или спросите, что случилось с пастором. Но я решил, я не собираюсь жить как обычный человек. И я говорю вам, во имя Иисуса Он говорил на языках, и этот дар извлек силу Божью. Она проявилась мгновенно. Давайте покажу вам другое место. Евангелие от Марка, 7 глава. Здесь Иисус исцелил глухонемого человека. Смотрите. Иисус, отведя его в сторону от народа, вложил персты свои в уши ему и, плюнув, коснулся языка его и, воззрев на небо, вздохнул и сказал ему, «Ефафаа». Им нужен был перевод, то есть отверзись. Но это не было сказано на известном им языке. Иисус молился на языках Библия говорит, что Иисус не говорил и не делал ничего, кроме того, что велел Ему говорить и делать Его Отец Проблема с церковными людьми в том, что они игнорируют водительство Духа Святого И просто хотят ходить в церковь и говорить все подряд Потому что они усвоили принцип, но не усвоили суть, что Дух Божий повелевает нам говорить сегодня Представьте, что будет с вашей жизнью, если вы начнете позволять Духу Божьему Указывать вам, что говорить Иисус не говорил ничего, кроме того, что Отец велел Ему говорить Он всегда говорил по воле Отца Он не руководствовался тем, что знал, а зависел от Своего Отца и поэтому сказал «Ефафа, отверзись Поэтому вы и не видите чудес Вы думаете, что за них ответственны вы, но суть не в вас Вы можете поститься 49 лет, но ничего не добьетесь Если вы не будете делать того, что Бог говорит вам делать Библия говорит, что Дух Святой был послан Для того, чтобы наставить вас на всякую истину Поэтому, входя в ситуацию, не надо просто открывать рот Обратитесь к Богу и спросите «Господи, что ты хочешь, чтобы я сказал?» Иисус сделал то же самое, когда увидел смоковницу Иисус не просто открыл уста и сказал «Отныне да не вкушает никто от тебя плода вовек» Это мы, прочтя Писание, ходим и проклинаем что-то Отныне никто да не делает этого Поосторожнее, а то наведу на тебя это Но Иисус не говорил ничего, кроме того, что велел говорить Ему Отец Это место Писания говорит мне, что первое, что я должен сделать Что ты хочешь, чтобы я сказал? Что ты хочешь, чтобы я сказал? И Он может повелеть мне сказать то, что превосходит мое понимание Я не копаюсь в своем разуме, чтобы найти слова покрасивее Я углубляюсь в свой дух, чтобы услышать, что велит мне сказать Дух Святой И тогда я открываю свои уста И мы видим, как все происходит намного быстрее Потому что мы не говорим, что будет, если вы подчините себя руководству Духа Святого Который был послан, чтобы наставить вас на всякую истину И теперь вместо того, чтобы высокомерно открывать свои уста И говорить не весь что Вы делаете паузу и начинаете понимать послание благодати Понимать, что суть не в вас Апостол Павел говорил Я есть тот, кто я есть по благодати Божьей И становится понятно, что суть не во мне А в благодати, которая во мне действует Бог никогда не побудит вас делать то, что вы сможете поставить в заслугу себе Представьте, что вы делаете паузу Просто останавливайтесь посреди испытания Посреди ситуации Поэтому, когда я попадаю в беду, я молюсь на языках Потому что не знаю, что говорить Я подчиняюсь Духу Святому, Который молится совершенно и безупречно Я позволяю, чтобы молился он Потому что я не хочу говорить, что попало Это машина моя А вы спросили у Бога Этот дом мой Господь сказал бы вам, что в этом доме изношенные трубы Но вы не спросили его, покупать вам его или нет Вы пытаетесь что-то провозглашать Провозглашать то, что Бог не говорил вам провозглашать Давайте я покажу вам еще одну ситуацию Которую Иисус говорил на языках Или на незнакомом языке Неизвестным людям, которые там были Евангелие от Марка, 15 глава О, я готов к сверхъестественному Я ждал этого всю свою жизнь Аллилуйя Слава Богу Аллилуйя Я больше ни дня не проживу, как обычный человек Евангелие от Марка, 15 глава 34 стих В девятом часу воззапил Иисус громким голосом Смотрите «Элои, Элои, Лама, Савахвани» Что значит «Боже мой, Боже мой, для чего ты меня оставил?» Некоторые из стоявших тут, услышав, говорили «Вот, Илью зовет» Нет, он не звал Илью А один побежал Наполнил губку уксусом И, наложив на трость, давал ему пить, говоря «Постойте, посмотрим, придет ли Илия снять его» Они не знали перевода Иисус молился на языках Готовясь сделать одно из величайших дел Он молился на языках, чтобы исполнить волю Божью для своей жизни Войдя в сверхъестественное, чтобы исполнить волю Божью для своей жизни В свете этого, во всех трех свидетельствах, вы видите Как Иисус получил доступ к сверхъестественной силе Когда Он воскресил из мертвых девочку Когда исцелил глухонемого И когда готовился исполнить то, для чего Он пришел И при этом, Павел что-то рассказал нам о том, как Он говорил на языках Откройте первое послание Коринфянам, 14 главу Обратите внимание на то, что Он сказал в 18 стихе Готовы? Читаем «Благодарю Бога моего, я более всех вас говорю языками» В расширенном переводе говорится «Я благодарю Бога, я говорю на незнакомых языках Более чем кто-либо из вас Или более всех вас вместе взятых Хорошо, итак, это говорит мне о том, что Павел проводил огромное количество времени Говоря на языках И также показывает мне, что раз он сказал «более всех вас», значит все другие люди Тоже говорили на языках Так? Теперь меня интересует такой вопрос Раз Павел говорил на языках Связано ли это каким-то образом С 10 стихом 15 главы первого послания к Коринфянам? Потому что мы знаем о том, что стало доступно нам Связано ли это как-то с 10 стихом 15 главы первого послания к Коринфянам? Где Павел говорит вот что Давайте прочитаем с 9 стиха «Ибо я, наименьший из апостолов И не достоин называться апостолом Потому что гнал церковь Божью Но благодатью Божью Естьм то, что есм И благодать Его во мне Не была тщетна Но я более всех их потрудился Не я, впрочем, а благодать Божья, которая со мною Мне интересно, связана ли молитва на языках с благодатью, которая была на его жизни С благодатью, которая пришла на него И которая дала ему способность быть успешным во всем, что он делал На этом этапе Я хочу рассмотреть такой вопрос Что происходит, когда вы молитесь на языках? Какая польза от молитвы на языках? Первое Согласно первому посланию Коринфянам 14.4 Вы назидаете себя духовно, когда молитесь на языках Назидаете, перезаряжаете или обновляете свою силу, когда молитесь на языках Кто говорит на незнакомом языке, тот назидает себя А кто пророчествует, тот назидает церковь То есть он говорит Вы перезаряжаете себя или обновляете свою силу, когда говорите на языках Когда вы молитесь на языках Вы эффективно молитесь за неизвестное Откройте восьмую главу послания к кремлинам Иначе говоря, есть вещи, о которых вы не знаете Возможно, с вашими детьми происходят какие-то события, о которых вы не знаете Может быть, вы дома моете посуду, а один из ваших детей переходит улицу И его вот-вот собьет машина А за пять минут до этого вы начинаете молиться на языках Если я молюсь на родном языке, я ограничен Потому что на своем языке я могу молиться только о том, о чем я знаю Но когда я молюсь на языках Я начинаю высвобождать молитвы о неизвестном Слава Богу Посмотрите послание к римлянам, восьмую главу, двадцать шестой стих Так же и дух подкрепляет нас в немощах наших Что это за немощи? Ибо мы не знаем, о чем молиться, как должно Он говорит, это немощь, слабость Дух Божий был послан, чтобы помочь вам в этой немощи В молитве за неизвестное Тут сказано Но сам дух ходатайствует за нас Воздыханиями неизреченными В другом переводе говорится Воздыханиями, которые не могут быть выражены в членораздельной речи В расширенном переводе Ходатайствует за нас неизреченными воздыханиями и стонами Слишком глубокими, чтобы их можно было выразить Иначе говоря, вы не можете выразить их на своем языке Потому что здесь Павел делает ссылку на говорение на языках И говорит, что молясь на языках Вы начинаете произносить молитвы, которые имеют дело с вещами, о которых вы не знаете И я могу сказать, что это происходит в жизни каждого человека Есть вещи, о которых вы не знаете Почему это происходит? Почему то происходит? Что делается там? Что делается здесь? Вы начинаете молиться на языках, вы молитесь о неизвестном. И согласно 27 стиху, вы молитесь по воле Божьей. Испытывающий же сердца знает, какая мысль у Духа, потому что Он ходатайствует за святых по воле Божьей. Так что, молясь на языках, вы не молитесь о каких-то зловещих, дьявольских вещах, вы молитесь по воле Божьей. Ваш Дух верит только Слову Божьему, которой есть воля Божья. И молясь так, вы молитесь согласно совершенной воле Божьей. В 28 стихе сказано, что Бог может обратить все во благо. В 28 стихе. Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. Итак, вот что происходит. Когда вы молитесь на языках, вы открываете Богу путь, и Он начинает обращать все во благо. Почему? Потому что ваш Дух молится. У вашего Духа ум Христов, и Он знает все. Говорю вам, ваша жизнь переходит на новый уровень, когда вы начинаете понимать, какой могущественный эффект производит молитва на языках каждый день. Я имею в виду, всю мою жизнь это было так. Но не всю жизнь, а с тех пор, как я принял рождение свыше и пришел к познанию этой истины. Для нас, женой, очень важно проводить один час в день в молитве на языках. Если вы будете молиться на языках по часу в день, то я от всего сердца верю в то, что вы будете жить в сверхъестественном. Вы сможете получить доступ к силе, которая будет динамичной в своем действии. Против вас будут выступать враги, но они никогда не победят. Они никогда не победят, потому что вы действуете на более высоком уровне. Вы действуете не как плотский христианин. Каждый раз, когда я молюсь на языках, и при этом мой ум отвлекается, или приходит мысль о том, что я попусту трачу время, я напоминаю себе о том, что сейчас молится совершенная часть меня. Когда я молюсь на языках, молится мой Дух и мудрость, которая во мне. Бог высвобождает все, что мне необходимо. Слава Богу! Когда вы молитесь на языках, вы извлекаете благословение из ресурсов своего Духа. Я очень обрадовался, когда это увидел. Откройте послание к филиппицам, 1 главу, 19 стих. Когда вы молитесь на языках, вы извлекаете благословение из ресурсов Духа. Это говорит мне о том, что в моем Духе есть запасы, и я могу извлекать благо из них. Ибо знаю, что это послужит мне во спасение. Мое избавление, мое исцеление, мое преуспевание, как? По вашей молитве. И смотрите. Содействием, обеспечением Духа Иисуса Христа, при уверенности и надежде моей, что я ни в чем посрамлен не буду, но при всяком дерзновении, и ныне, как и всегда, возвеличится Христос в теле моем, жизнью ли то, или смертью. Скажите это громко. У меня есть обеспечение от Святого Духа. Вот что есть внутри вас. В вас есть обеспечение, запасы Духа. У вас есть духовное обеспечение. Что он сказал в 4 главе этого послания? Он сказал, «Мой Бог восполнит все ваши нужды по своему богатству в славе. В вас есть ресурсы. В вас есть обеспечение для всякой вашей нужды. И доступ к Нему можно получить только проводя время в молитве в Духе Святом». Когда вы молитесь на незнакомом языке, вы говорите тайны. Откройте 14 главу 1 послания к Коринфянам. Давайте я покажу вам, что вы делаете. Когда вы молитесь на незнакомом языке, вы говорите тайны. Слава Богу! Аллилуйя! Вы когда-нибудь оказывались в такой ситуации, когда не знали, что делать? Даже не знали, с чего начать? Вы даже не знали, каким образом взяться за дело? Братья и сестры, сейчас не время просто сидеть и беспокоиться, беспокоиться, беспокоиться. Сейчас время воспользоваться этой чудесной возможностью, которую Бог дал нам. Молиться в Духе Святом. Вы это делаете не для того, чтобы выглядеть духовным. Это то, что Бог дал вам для того, чтобы вы получили в жизни преимущество. Теперь посмотрите, что говорится в 1 послании к Коринфянам, 14 главе 2 стихе. Прочтите это место вслух вместе со мной. «Ибо кто говорит на незнакомом языке, тот говорит не людям, а Богу, потому что никто не понимает Его. Он в Духе говорит что? Тайны». Послушайте, что говорится в расширенном переводе. «Ибо никто не понимает или схватывает значения, потому что в Святом Духе Он произносит тайные истины и сокрытые вещи, неочевидные для понимания». Субтитры создавал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин